Добрый день, дорогие друзья! В очередной раз в уютных стенах отеля «Бристоль» я жду с нетерпением, жду своих гостей. Гости моей авторской программы «Достояние Одессы» я повторяю об этом всегда и держу всегда эту скульптурную группу с «Гоголя-2». Как вот эти вот атланты поддерживают своими телами, даже не плечами, а телами поддерживают Одессу. Это люди дела, люди, которые приносят реально пользу нашему городу. Сегодня у меня в гостях человек, который занимается делом для многих, может быть, в чем-то даже безысходным, потому что то, чем он занимается, из 100% по статистике можно вылечить 8%. Представляете, 8%. И тем не менее этот человек занимается. Хотя в другом деле можно вылечить до 85%. Сегодня в гостях у меня директор наркологической клиники «Благо-плюс», доктор, доктор, именно очень важно, доктор «Благо-плюс» Юрий Владимирович Довгий. Приветствую вас, Юрий Владимирович. Здравствуйте. Юрий Довгий. Главный врач наркологической клиники «Доктор Благо-плюс». Родился 6 февраля 1976 года в Одессе в обычной семье рабочих. Отец – строитель, мать – швея. После окончания 9 класса 78-й Одесской школы Юрий поступил в 3-е медицинское училище на фельдшерское отделение. Окончив его с отличием, в 1995 он поступает в Одесский медицинский институт на лечебное дело. Весь период обучения Юрий совмечал с работой на скорой помощи, а также больниц и водников. В 2001-м, после окончания медицинского института, он поступает в Киевскую военную медицинскую академию, магистратуру факультета анестезиологии и ленематологии. По окончанию магистратуры Юрий Владимирович работает старшим ординатором отделения анестезиологии в Болградском госпитале воздушно-десантных войск. После увольнения в 2005-м в звании капитана медицинской службы Юрий Довгий приступил к работе в одной из частных наркологических клиник Одессы в должности анестезиолога. Именно здесь началось его углубленное знакомство с наркологией. А в 2007-м Юрий Довгий открывает свою наркологическую клинику «Доктор Благо Плюс», которая вот уже 8 лет помогает пациентам избавиться от вредной для здоровья зависимости и вернуть свою жизнь в нормальное русло. В 2010-м клиника имеет свои представительства в Германии и США, откуда приезжает много пациентов для прохождения лечения. В 2013-м клиника «Доктор Благо Плюс» завоевала диплом народного признания как лучшая наркологическая клиника. Юрий Довгий женат, воспитывает сына и дочь. Юрий Владимирович убежден, учителя нам помогают открыть двери, но дальше мы идем сами. А вообще лучший учитель – это, конечно же, опыт. Дорого берет, но доходчиво объясняет. Юрий Владимирович, первая часть моей программы посвящена детству, истокам, корням. Мне хочется понять, как человек приходит к тому делу, которое он потом по жизни несет на своих плечах, помогая многим людям вокруг. А то, чем занимаетесь вы, это удивительное дело. Потому что алкоголизм, наркомания – это страшный бич нашего времени. И начнем с детства. Счастливого, хорошего детства. Как все начиналось? Детство самое обычное, самое спокойное. Были нюансы здоровья, в принципе, что и послужило. Потом возникло желание стать врачом. Это где-то примерно в годик была совершена небольшая врачебная ошибка. Не хочу говорить большая. Мы в медицине – это такая наука. К сожалению, без ошибок ничего на начальном этапе становления врача не происходит. У меня был анафилактический шоу. Это очень серьезно. И моя мама вместе со мной сняли спорта. Какое-то лекарство, не только твоё надо. Лекарство, 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 лекарство. Меня там спасли. После этого долго со мной мама говорила, рассказывала мне об этом. В принципе, это и послужило таким толчком, что мне хотелось тоже стать доктором и кого-то спасать в последующем своей жизни. Я от этого желания не отказывался все время. На подсознание оно все время было? Подсознательно. Оно было со мной все. В школу. Потом я поступил в медучилище. Окончил его. С отличием, наверное? С отличием. Потом поступил сразу же в мединститут. Ну, в промежу, пока учился в мединституте, работал на скорой помощи. А дальше наступило время получать специализацию. Я узнал, что в академии военной веке набирается набор на кафедру анестезиологии, магистратуру. Уехал, поступил туда. Был военным доктором после окончания, старшим ординатором отделения анестезиологии в Волгоградском госпитале воздушно-десантных войск. Потом уволился. И так в случае жизни свел меня с человеком, другом нашей семьи, который посоветовал заглянуть в такой раздел медицины, как наркология. Он сам был по специальности стоматолог, но прекрасно знал этот раздел медицины. Я его послушал, так как он имел определенное мне влияние и уважение. Он мне непокойный. И, знаете, получилось. И вы стали заниматься делом архисложным. Настолько сложным и при этом настолько важным, что мне очень важно поговорить об этом, просто посвятить этому большую часть нашей программы. Потому что наши зрители, многие сталкиваются с подобной проблемой. И по жизни много людей пострадали, потому что это вывораченные, испорченные жизни. Это те болезни, это же болезнь, правильно? Те болезни, которые, в отличие от многих других болезней, корежат, искривляют, уничтожают жизнь не только самого человека, но и жизнь окружающая, жизнь его родных, близких и тех, кто рядом. Как вы начали? И расскажите, пожалуйста, более подробно, как возникла клиника, ее специализация и все, чем вы занимаетесь. Потому что это очень важно и интересно всем нашим зрителям. Начали мы в конце 2007 года. Начинали тяжело. Вокруг была очень достойная и сильная конкуренция. Да, плюс еще время тогда кризисное достаточно сложное было. Время кризисное. Но мы, как говорится, шли вперед и не замечали ничего. Строили планы, были задачи, были цели. Мы... было такое, что... Ну, нас никто не знал. Мы ждали пациентов. Постепенно они начали появляться. Начали, как говорится, давать результат. Людям стало это нравиться. Люди начали к нам приходить. Юрий Владимирович, я хочу спросить вас о чем? Потому что это очень важно, безжидно, говорить дальше. Немножко сравнить с тем, что было в советское время. То есть вот эта юридическая подоплека всего этого лечения. Как лечили в советское время? И вот чем... и в чем изменилась в наше время вся эта очень сложная система лечения? Вы знаете, сейчас, как вам подходит, скажем, более интереснее. Сейчас появилось очень много в арсенале фармакологических препаратов, которые могут оказать более существенную эффективность в лечении данных пациентов. Раньше присутствовало, все знают, принудительное лечение. Раньше бы принудительное. В ЛТП. Потом, в эпоху Горбачева, люди ложили в психиатрические больницы, скрывая даже от многих родственников, где лежит их родственник. Сейчас такого нет. Принудительное лечение как бы запрещено. Но вот мы всегда сталкиваемся с тем пониманием, лечить ли пациента принудительнее или нет. Вы знаете, лечить сложно, но лечить нужно. Иначе, если мы будем ждать его собственного согласия, то вряд ли это чем-то хорошим закончится. Такие люди, всего того, что мыслительная функция, которая является продуктом жизнедеятельности мозга, искажена психоактивным веществом алкоголем. Сушеное сознание, вы так говорили. Они критически не оценивают тяжесть в состоянии. Поэтому часто, к сожалению, происходят несчастные случаи. Ну, мы пытаемся такими-то уговорами, профессиональной мотивацией наших психологов, комплайенс, я потом скажу, что такое-то, когда возникают хорошие первопечатления и сотрудничество между доктором и пациентом, уговорить пациентов все-таки профессионально лечиться и при помощи фармакотерапии, при помощи грамотного подхода психологов. Многие потом говорят спасибо. Еще такой вопрос. Я знаю, что у вас есть представительство в Германии и в Соединенных Штатах Америки. Расскажите мне, чем все-таки отличается наша система в Украине от западной системы и почему так много, как это было у вас, я увидела там немцев и израильтян, люди, которые приезжают со всех уголков мира. В чем интерес? В цене, в стоимости или в чем-то другом? Вы знаете, стоимость, ну, естественно, стоимость тоже имеет фактор для пациентов тех стран. Но у нас все-таки дань почтения отдается нашей медицине. Она, ее знания и умения наших докторов очень уважаются. Плюс в тех странах подход к лечению данных пациентов немножко другой. Они, как говорится, не пытаются бороться с этой проблемой, так как это делаем мы. Мы пытаемся с ними заставить деда лечиться, мотивировать. Мы с ними носимся, мы их, знаете, баюкаем. А там полная свобода. Хочешь, не хочешь? А там полная свобода. Там есть заместительная терапия. Ты хочешь подобрать наркотики, ты идешь на заместительную терапию. Это контролируется врачом. И ты ходишь на работу, это разрешается. Что запрещено, в принципе, у нас здесь. Хотя у нас тоже есть заместительная терапия. Для лица, который страдает ВИЧ-инфекцией. Ну, у нас немножко другие взгляды на это и аспекты. Поэтому, зная это, люди летят, бывшие иммигранты прилетают к нам. Они хотят избавиться от этого. Да, мы пока что можем дать им временную ремиссию. Это временное выздоровление. Мы следим за качеством этой ремиссии. Но все-таки это шанс пожить чистым. Многие за это время успевают жениться, родить детей, построить дом. Здоровых. Здоровых, да, по крайней мере. Кому-то шансы мы даем, и это очень приятно. Верюль Ильич, страшная статистика. Должны говорить об этих жестких вещах. Неужели в самом деле 8% только излечивается наркоманов? При 85% алкоголиков? Пока да. Но мы активно работаем над тем, чтобы что-то улучшить в качестве лечения. Чтобы сейчас последний уклон идет на социальные программы, на ресоциализацию таких пациентов. Вот даже недавно прочитал статью. Такой интересный был проведен эксперимент одним профессором из Макувера. Он садил в клетку крыс, изолировал их, давал им 2 стаканчика воды. В одном простая вода, в другом вода с растворенным кокаином, героином. Ну, крыса, попив водички там, где находился наркотик, быстро к нему привыкала. Потом он сделал клетку аттракцион, где он запустил крыс таких счастливых. И им было чем заниматься. Они там бегали, играли, падали, катались. И он в эту клетку попробовал посадить. И в этой клетке он тоже дал им 2 бутылочки воды с наркотиками и без. Эти крысы, попробовав наркотик, он им больше не понравился. Они отошли этой маночке, потому что им есть чем заниматься. А в другой клетке сидели крысы, которым нечего было заниматься. Они изолированы были. Он пересадил пару крыс из этой несчастной клетки в эту счастливую. Они отучились употреблять наркотик, потому что им появилось чем заниматься. Это очень важно, когда человека ждут дома, когда его принимают в теплое окружение. И когда он опять сталкивается на улице с одиночеством и с наркотиком. Юрий Владимирович, вот это очень важная тема взаимоотношений семьи, взаимоотношений общества. Это психология взаимоотношений, это вот суженное сознание человека. Как можно отличить, что твой ребенок начал употреблять наркотики? Как можно отличить, потому что в отличие от алкоголя нет запаха, ничего нет. И многие родители, сталкиваясь с этим в последний момент, когда, может быть, уже даже поздно бывает чем-то помочь своему ребенку. Расскажите, это очень важно для наших зрителей. Есть определенные алгоритмы, скажем так, правила, по которым вы можете, это очень банально, увидеть, что ваш ребенок, допустим, по ночам куда-то исчезает, что у вас пропадают дома деньги, что у него появились какие-то царапины и следы уколов на теле, что он ведет себя неадекватно. Это, в принципе, все можно заметить. Это и есть признаки чего-то начинающегося. В этот момент нужно не поощрять эту болезнь внутри семьи. Если вы уже поняли, что это такое, не лечить ее дома. Нужно обращаться в больницу, потому что эта болезнь лечит в изолированном помещении. Человек должен быть под наблюдением врачей ежедневно, частно. А дома вызывать и поощрять эту болезнь внутри семьи, вы только дадите возможность развиться, и дальше вы зайдете уже в более тяжелую стадию, и лечить это будет очень сложно. Годами. Результат вам никто не сможет гарантировать, к сожалению. Вот вы говорите, лечить надо в условиях стационара. Как же проходит лечение? Из каких частей оно состоит? Какая здесь взаимосвязь с родителями? Как зависит от них помощь и так далее? Вот об этой немножко. Я понимаю, что вы не будете скрывать секреты, да, это и не нужно. Но просто какие-то общие схемы. Я знаю, что у вас сейчас появилась еще и так называемая электронная охрана здоровья. Вот обо всех этих вещах, связанных с тем, что новые технологии дают возможность консультирования и на расстоянии, и сохранять связь с этим человеком, постоянно его держать в поле внимания через средства современной связи. Расскажите, пожалуйста, об этом. Мы их обучаем, как правильно контролировать эту болезнь. Конечно, наши больные, это не обязательно всегда больные. Многие выходят за пределы клиники, начинают самовольничать, лечить себя сами. Те, кто нашел тот первичный комплайн с доктором, и действительно взаимоотношения произошли, они пытаются выполнять все рекомендации. Те, в принципе, и становятся, наверное, мути, побеждая эту болезнь. Мы стараемся поддерживать, все знают, что такое диспансеризация. Это длительное наблюдение, прозваниваем, консультируем. Если есть необходимость, они сами нам звонят, приходят. Отдельный отрезок работы – это родители. Есть такое понятие созависимость, они четко поглощаются в это. А это те родители, которые действительно пытаются прятать болезнь от окружающих. Они начинают что-то решать, проблему внутри семьи, не понимают, что этого делать нельзя. А дальше уже приводят своих детей в запущенной форме и страдают болезнью психологически не меньше, чем дети. С ними тоже проводятся групповые, индивидуальные занятия. Наши психологи прекрасно в этом разбираются. И решаются проблемы как с родителями, так и с детьми. Потому что родители зачастую бывают ничем не легче. Не легче, не легче. Скажите, пожалуйста, поскольку мы говорим о жестких вещах, вот ВИЧ-инфицирование идет рука об руку с наркоманией. Какая здесь статистика и как лечить таких больных? ВИЧ-инфицированные практически это, скажем, там, где наркотик, там и ВИЧ-инфекция. Рука об руку. Рука об руку. Поэтому мы берем анализы. Естественно, бывает, пациенты приходят сами уже, зная свой диагноз, они приносят ретро-вирусную терапию. И мы по ходу лечения наркомании или алкоголизма назначаем терапию, которая расписывается. Дальше они становятся на учет в спеццентре. И там уже проблемы именно спеццентра. Скажите, вот как подсаживают людей на наркотики? Иногда говорят, когда человек употребляет травку, ничего опасного в этом нет. Ну, поупотреблял, употреблял. Как возможно дальше развитие вот такого, казалось бы, безобидного начала? Не бывает безобидного. Есть некоторые говорят о таком понятии безвредного употребления. Каждый в жизни считает, что он там попробовал. Такой самообман. Не обязательно, конечно, он стал наркоманом и алкоголиком. Ну, повезло, значит, так. Просто у нас сейчас такое время. Время, когда люди тяжело работают, когда большой информационный потенциал. И людям нужно к этой среде адаптироваться. И знаете, кто-то, пройдя традиционную школу обучения, придерживается правил жизни. А кто-то берет то, что лежит очень рядом, для расслабления. Что иногда является алкоголем, либо наркотиком. И таким способом пытаются адаптироваться к вот этой суете современной жизни. Объясняют свои неудачи как они? Почему? Вообще у этих людей могут быть удачи? Или они таким образом объясняют свои неудачи? Многие из них очень удача в прошлой жизни. И бизнесмены, и прекрасные артисты, и журналисты. Кого вы только не видели. Да. К сожалению, некоторые просто из-за того, что они, знаете, как говорят, поднялись либо слишком вверх, и не могут расслабиться, потому что они потеряли веру в общение с окружающими, они становятся одинокими. Либо не умеют от большого ума, в полном смысле этого слова. Они начинают как-то расслабляться, но делая большую ошибку. Потом не могут от этого выйти. Вы же знаете прекрасно о Высоцком. О Высоцком. Это пройдено, показано, сто раз рассказано об этом, но от этого не умаляет всех проблем. Я знаю, что Вы занимаетесь еще лечением такого очень важного в наше время, устребича современного, игромания. Немножко об этом можно рассказать? Ну да, игромания – это… Зависимость. Это зависимость прежде всего. Это современная зависимость. Это зависимость, которая не дает сейчас нашему обществу жить. И вот мы совместно с Константином Владимировичем Аметовым писали научные статьи по этому поводу, где рассматривались психические и клинические аспекты лечения лиц, склонных к азартным играм, спермоорбитам, алкоголизмам, наркомании. Там же рассматривался феномен комплаенса между доктором, определялось качество взаимоотношения доктора-пациента и качество его последующей ремиссии. И есть аспекты, есть наработки на лечение таких больных, есть у нас опыт лечения таких больных. Конечно, он тяжелый, он длительный, как и алкоголизм, наркомания. Еще они лечатся там быстро, с нашими больными там трудно придерживаться каких-то четких алгоритмов, потому что они в процессе лечения пытаются их разрушить. Нам приходится по ходу лечения их менять, планировать очень сложно. Это такие больные, которые в любой момент могут что-то вытворить и поменять все твои алгоритмы. Приходится делать очень быстро и экстренно. Поэтому мы иногда интуитивно понимаем, где нам нужно наступить. Опять-таки советы для наших зрителей, потому что игромания, это же и с детьми связано. Компьютерные игры, которые поглощают настолько ребенка, что он выходит из социума, погружается в одиночество. Я вижу, что наши дети современные очень отличаются, даже если мы вспомним свое детство, когда двор, игра, беготня была для нас совсем другой игрой. А сегодняшняя игра очень опасна. Некоторые советы, как ребенка все-таки контролировать или заставить, научить его самому контролировать себя. Это же его жизнь, в конце концов. Ничего запретить невозможно, правда? Ничего запретить невозможно. Я думаю, что не нужно в категорической форме запрещать, но нужно как-то это дозированно преподносить ребенку. Потому что контроль все-таки нужен. Но контроль нужен, скажем так, профессиональный контроль. И думаю, что если вы придете к нашему психологу и захотите получить консультацию, надо вам больше я с ней пообъяснить. Все-таки я больше наркологическими проблемами занимаюсь, а уже психологи, они действительно... У вас есть такие люди, которые занимаются этим? У нас был мальчик, китаец. Родители здесь живут. Он тоже здесь живет, учится. Действительно, мама его привела и сказала, что мой сын стал непонятным человеком. Непонятным это потому, что он не выходил из квартиры уже месяцами. Он сидел в мировой сети, играл в различные игры и даже забывал иногда поесть. Это круглосуточная бессонная ночь. Его выгнали с института. Он стал дезадаптированной личностью. Мы с ним работали, наверное, месяцев 8. Мальчик благополучно окончил дальше институт. Благополучно помогает родителям. И прекратил играть в эти игры. Юрий Владимирович, вот теперь как раз о коллективе. Расскажите о своем коллективе, кто есть в вашей клинике. Я поняла уже, мы выяснили направление. И вот более подробно я знаю, что у вас замечательный абсолютно коллектив, где есть, начиная от реаниматологов, сильнейших специалистов и кончая психологами. Вот как происходит процесс работы у вас? Я знаю, что вы сами стажировались во многих странах Европы и построили свою клинику по самому лучшему образцу европейских мировых клиник наркологических. Я сам же по специальности тоже анестезиолог-реаниматолог. Это смежная специальность в мино-наркологии. Коллектив в основном молодой, перспективный, очень хорошие ребята. Все наркологи, реаниматологи у нас, психиатры. Есть гипотолог, кожевенеролог, косметолог в том числе. Это наше новое направление, где мы пытаемся к обычной медицине присоединить еще эстетику, эстетическую медицину, потому что все вредные привычки, они, как говорится, отображаются на лице. И наши пациенты, когда они выходят из этих хронических интенсикаций, это довольно коммуникабельно интересные люди, поэтому почему бы не воспользоваться моментом сразу же получить двойной эффект и поправить свои определенные элементы на коже и пройти лечение данного заболевания. Консультируют у нас хирурги, приезжают наши больные, это, к сожалению, абсцессы, это, к сожалению, флеймоны. Такой у нас коллектив молодой и, скажем, с перспективами. Вы можете консультировать на расстоянии, используя скайп и прочие современные средства? Да, да, это мы часто проводим, мы постоянно на связи, особенно с гражданами других стран, мы на скайпе, мы всегда с ними проводим, даже психолог, наши групповые занятия по скайпу, поддерживаем связь, без этого никак. Если мы будем терять наших больных, они быстро потеряют нас, хотя некоторые нам как родные становятся в плане не того, что он там приезжает к нам лечиться постоянно, нет, а в плане того, что вот он победил эту болезнь и отдает дан должного доктору и говорит большое спасибо. Вот общество анонимных алкоголиков, которое в США творит чудеса, то есть люди, которые приходят, рассказывают о том, как они прошли заболевание, как они вылечились. У вас не было такого желания сделать типа какого-то клуба, я понимаю, что эти люди не выставляют свои проблемы, у вас, я знаю, знаменитости есть, есть ли такая возможность? Проводят семинары по субботам. И люди делятся своими какими-то опытами? Делятся, и родители приходят, и родители. Не боятся рассказывать? Нет, не боятся, я еще раз повторяю, если вы будете бояться этой болезни, вы проиграли. Вы проиграли. Я хочу сказать, что у меня есть такой рейтинг, который я называю для себя «Достояние Одессы». Это о людях, на плечах которых, как я уже говорила, держится наш замечательный город. То, чем занимаетесь вы, Юрий Владимирович, это просто удивительно сложное, важное дело для тех людей, которые столкнулись с болезнью, болезнью алкоголизма, наркомании. Я хочу сказать, что я для себя, узнав вас, посмотрев, как вы работаете, для себя вынесла мнение, что вы являетесь настоящим достоянием Одессы, потому что вы делаете прекрасное дело, спасая людей, чаще всего от смерти грядущей, связанной с их жизнью. Я хочу вручить вам этот диплом. Спасибо. Констатировать факт, что вы достояние Одессы, вы и ваша клиника «Доктор Благо Плюс». И сказать, что сегодня в гостях у меня был удивительный человек, Юрий Владимирович Довгий, директор «Нокологической клиники «Доктор Благо Плюс». Это люди, которые спасают жизни тех, кто в свое время пошел по неправильному пути. И этот путь приводит только к разочарованию, только к очень быстрой гибели. Есть возможность для людей найти излечение в клинике «Доктор Благо Плюс» у доктора Юрия Владимировича Довгова и его команды. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова